Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Осенняя вакцинация. В Чувашию поступило около 100 тысяч доз вакцины против гриппа для детей. Сохраним лес. В Чебоксарском лесничестве прошла всероссийская акция по посадке деревьев. От замысла к воплощению. В художественном музее открылась выставка, посвященная 130-летию Моисея Спиридонова. В Чувашии продолжается осенняя вакцинация. С учетом непростой эпидемиологической обстановки, процесс этот идет под контролем Минздрава. В текущем эпидсезоне против гриппа планируется привить не менее 60% населения республики. Медики очень надеются на сознательность и здравомыслие жителей. Ситуация сейчас не из лучших. Статистика по заболевшим не радует. В начале октября поступила партия вакцины СОВИГРИП. Почти 100 тысяч доз для детей. Следующая партия предназначена для взрослых. Всего, значит, на сегодня вакцинировано у нас 19,5% населения республики или в абсолютных цифрах это 237 925 человек. В том числе, значит, 156 814 взрослых и 81 111 детей. Говоря о силах, которые, значит, осуществляют вакцины в профилактике республики, задействовано 1393 медицинских работника. Особую роль в этом году отводят корпоративные вакцинации. Руководители предприятий и организации должны отчетливо понимать, что респираторно-вирусные заболевания могут нанести производству серьезный урон. Медики проводят масштабную профилактическую работу, призывая работодателей выделить средства на коллективную прививку. Для этих целей в республику поступило 2000 доз вакцины против гриппа. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Министерство труда и социальной защиты республики подписало ряд соглашений с крупнейшими вузами Чувашии по содействию трудоустройству выпускников. Суть документа очевидна. Выпускники, на обучение которых государство потратило средства, должны работать по специальности. Конечно, большинство из них трудоустраивается самостоятельно, но не все. Помощь в этом плане намерено оказать профильное ведомство. Подписав соглашение с Чуварским государственным аграрным университетом, Чубаксарским кооперативным институтом, ЧГПУ имени Яковлева и ЧГУ имени Ульянова. Речь идет о взаимодействии. Предстоит большая системная работа на рынке труда. Минтруд и вузы будут обмениваться актуальной информацией о положении дел. Сколько выпускников и каких специальностей выпускаются каждый год? Какие вакансии предоставляют потенциальные работодатели? Что за профессии востребовано сейчас? В планах проведение специализированных ярмарок, круглых столов, экскурсий и семинаров. Новые правила организованной перевозки детей и проведения техосмотра транспортных средств в нашей рубрике «Правовые новости» от Гарант Чубаксары. С 2021 года вступят в силу новые правила организованной перевозки детей. Обязательное условие закона – наличие маячка желтого или оранжевого цвета на автобусе, а также предварительное сообщение о перевозке детей в районное подразделение ГИБДД. В случае, если перевозка осуществляется тремя автобусами и более, то перед ее началом необходимо подать заявку на сопровождение патрульным автомобилем. Если же при этом поездка будет длиться более 12 часов, то дети обязательно должны путешествовать в сопровождении медицинского работника. С 1 марта 2021 года заработают новые правила проведения техосмотра транспортных средств. Автомобилисты будут проходить процедуру обязательной фотофиксации при въезде на сервисный центр и после выезда из него. Диагностические карты будут оформляться в электронном виде в единой системе техосмотра. Фотографировать машину до техосмотра и после него придется для того, чтобы на сервисных центрах не могли продавать диагностические карты без осмотра машины. Изначально планировалось, что эти требования начнут действовать с 8 июня 2020 года, но из-за пандемии сроки начала реформы в сфере техосмотра были перенесены. Еще одно новшество в области оказания медицинских услуг. 31 июля этого года Министерством здравоохранения России был подписан приказ о порядке получения пациентам медицинских карт и выписок из них. Теперь за документами можно обратиться лично или подать запрос электронно, например, через портал госуслуг. Заявление составляется в свободной форме, но с обязательным указанием, какие именно необходимы документы и за какой период. Документы должны быть представлены в течение месяца, но если пациент госпитализирован или посещает дневной стационар, то в течение суток с момента получения запроса. Способ получения документов также выбирается пациентам и указывается в запросе. Оглашен приговор по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков в составе преступного сообщества. На скамье подсудимых 7 человек. У каждого из них была своя роль – организаторов, курьеров, продавцов. Одни перевозили наркотические средства, другие их фасовали в удобные для сбыта упаковки, третьи занимались оборудованием тайников для наркотических и психотропных веществ для их последующего сбыта. Прокуратура Ленинского района города Чебоксара поддержана государственное обвинение по уголовному делу в отношении семерых человек – жителей Московской, Тульской, Нижегородской областей и Чувашской республики. Данные лица обвинялись в незаконном распространении наркотических средств на территории Российской Федерации в составе преступного сообщества. Злоумышленники не были знакомы друг с другом. Обмен информацией между ними происходил через мессенджеры. Криминальная деятельность обвиняемых была пресечена еще летом 2018 года, а расследование длилось больше года. Тогда из незаконного оборота было изъято свыше 50 килограммов наркотиков. Опрошены десятки свидетелей. Проведено более 70 экспертиз. Было установлено, что наркотики синтетического происхождения сбывались на территории 10 городов. Судомом назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 11 лет со штрафом в размере до 700 тысяч рублей. Наметить дальнейшие пути взаимодействия. Сегодня глава Чувашии Олег Николаев встретился с генеральным директором фирмы «Август» Александром Усковым. Речь шла о техническом потенциале предприятия. Являясь флагманом отечественного рынка гербицидов, завод в Урнарах расширяет мощности и увеличивает ассортимент продукции. Президент обозначил задачу развития российского зеленого бренда, основного для линк-экспорта. И здесь у нас достаточно хороший потенциал. Холдинг может удовлетворить потребности отечественного сельского хозяйства в разных химических средствах защиты. В ближайшее время планируется расширить производство в Урнарах. Есть производство продукции для ОПХ, и часть у нас производится на в Урнарском заводе. Часть у нас производится в Подмосковье. Принято решение, что будем все производство переносить в Урнары. На заводе работают в основном жители поселка, так что неудивительно, что в Урнары постоянно благоустраиваются. За счет средств предприятия реконструирован парк, построены различные спортивные объекты, поддерживается футбольная команда. Сегодня состоялось первое заседание Чебоксарского городского собрания. Депутаты обсудили план работы в рамках бюджета будущего года. Удостоверение значок депутата вручается Горбунову Виктору Александровичу. Предварительно бюджет столицы уже сверстан. Но народные избранники хотят успеть внести в него изменения. Они получили немало наказов от своих избирателей. В каждом округе свои проблемы и задачи. В дворах большое количество деревьев, где-то уже аварийные, где-то сухостой. Некоторые деревья просто стали сотнями, которых надо давным-давно уже хронировать, где-то уже вырубать. Поэтому, без шествия у нас, к сожалению, на это никогда не было усмотрено свет. Сами управляющие компании своими силами это никогда не сделали. И кроме того, сами деревьев находятся на основной территории. То есть это городская земля. Поэтому сейчас идет формирование бюджета. У меня предложение будет на следующий год обязательно финансирование. Нельзя откладывать решение другого вопроса. Асфальтовое покрытие территории многих школ уже исчерпало свои ресурсы. Педагоги пытаются справиться с этой проблемой своими силами. Но ежегодное лотание дыр ощутимого результата не дает. Поэтому есть запрос на благоустройство и ремонт таких пространств. Депутаты надеются найти на эти цели средства в городском бюджете. Глава столицы Олег Картунов считает, что депутаты вне зависимости от партийной принадлежности должны объединиться для решения актуальных задач. Ведь оцениваться их работа будет по достигнутому результату. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов. Республика. В Чувашии восстановлено 95% леса, пострадавшего от масштабных пожаров 2010 года. Большая часть площадей засажена вручную во время ежегодных экологических акций. Одна из них прошла в субботу. Не вытянулся. Больше 2-3 пары встаем и правильно. Бежит, идет, идет. Иди сюда. Вот так один за другим с помощью меча Колесова сажают двухлетние сосенки на местах бывших горельников. Тогда за сушливым летом 2010-го огонь уничтожил более 10 тысяч гектаров. За 10 лет сотрудники Чебоксарского лесничества и волонтеры восстановили почти весь погибший лес. Осталось еще немного. На всей площади, пройденным пожаром, провели то или иное лесохозяйственное мероприятие. Здесь мы ведем работу комплексно. Искусственным способом в 2021 году мы запланировали посадку на площади 220 гектар. На 2022 год мы запланировали подготовку больше в 2021 году, 80 гектар. Уже объемы лесовосстановления помаленьку у нас уменьшаются, потому что усиленно мы занимались лесовосстановлением. Не все будем искусственным способом лесовосстанавливать. Территория 22-го квартала Сосновского участка одна из тех, что осталось восстановить. За один день студенты и волонтеры и экологической организации «Зеленый город» посадили 10 тысяч сеянцев сосны. Необходимо восстанавливать наши леса после крупнейших пожаров 2010 года. Наверное, естественно, это повлияет и на экологическое воспитание наших ребят. Человек, который посадил свое дерево, я думаю, отношение к природе у него кардинально меняется. Нам особенно приятно, что они приезжают сюда с детьми. То есть это и такой педагогический эффект. И вот дети с малых лет понимают ценность этого труда по лесовосстановлению и уже совсем по-другому ведут себя в лесу. Готовится посевной и посадочный материал в специальном питомнике. Здесь сейчас растет более 2 миллионов сеянцев. Через несколько лет они будут посажены на других участках. Чтобы повысить выживаемость, ускорить рост во всем мире, давно уже стали использовать биоматериал с закрытой корневой системой. А для этого нужны тепличные хозяйства. И такая работа начнется уже на следующий год. Для того, чтобы ускорить этот процесс, мы намерены применить механизм концессии. Потому что это дает нам возможность уже в следующем году создать нужное количество тепличных хозяйств. И тем самым где-то, может быть, и быть первыми в этом направлении. Это позволит обеспечивать качественным лесопосадочным материалом не только Чуваши, но и соседние регионы. Татьяна Молокова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. Въездной туризм – тренд последнего времени. Регионы России осознали свою привлекательность и создают новые познавательные маршруты. Есть что показать и о чем рассказать и в нашей республике. Один из исторических памятников федерального значения находится в Козловке. Это единственный в России музей известного математика Николая Лобачевского. Сейчас он переживает масштабную реставрацию. В этом доме жил и творил человек, сломавший пространство. На самом деле об уникальном музее большинству известно немного. Дом построил сам Лобачевский еще в 1848 году. А вот как музей его открыли лишь в 1994-м. С тех пор ремонта в музее федерального значения по сути и не было. Впервые за 25 лет в рамках 100-летия Чувашской автономии в нашем музее начата большая реставрация. На протяжении стольких лет нашей мечтой было воссоздание обликов музея и интерьера. Того интерьера, который был при Николае Ивановиче Лобачевском. Поэтому в первую очередь мы реставрируем большую залу. Также мы планируем воссоздать кабинет Лобачевского. В разные годы в этом здании располагались двухклассное училище, затем райисполком, участковая больница и даже ее родильное отделение. Сегодня гению математики посвящены два зала и рабочий кабинет. Для его гостей готовят специальный интерактивный зал. В нем по задумке специалистов-посетителей музея смогут полностью погрузиться в пространство математики в новом измерении. Реконструкция стоит немалых денег. 6 миллионов рублей. Из них 4 миллиона 300 тысяч – это средство из федерального. И 1 миллион 700 тысяч – из республиканского бюджета. Всего стоимость проекта 15 миллионов рублей. Работы поделены на два этапа. Уже готова крыша, проведено водоснабжение, электротехнические работы и заменены системы отопления. В зале настилают дубовый паркет и проводят отделочные работы. Вторую часть реставрации, а именно замену окон и дверей, а также фасадную часть по проекту планируют сделать в следующем году. Для посетителей музея откроется следующим летом. Реконструкция затронет и сад, где растут сибирские кедры. Здесь в свое время любил гулять великий математик. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. От замысла к воплощению. К 130-летию известного советского и чувашского художника Моисея Спиридонова в Государственном художественном музее открылась выставка его работ. Он прожил долгую и яркую жизнь и вместил в свое творчество сразу несколько эпох. Революционные годы, становление республики, Великая Отечественная война и восстановление родного края. Каждое полотно Моисея Спиридонова дышит любовью к родному краю. Он освоил все жанры живописи, но любимыми были пейзажи и портреты. Став известным художником, он организовывал для ребят творческие школы, искренне считая, что в селах и деревнях Чувашии немало талантливых ребят. Художественно-графический факультет в Педагогическом университете тоже появился во многом благодаря его настойчивости. Любимые места родной деревни, портреты земляков, старые и новые традиции, труд заводчан в картинах мастера «История республики». Владимир Петров, руководитель историко-мемориального музея на родине художников в селе Яншихово-Нарваши Янтиковского района, гордится своим знаменитым соотечественником. Очень большая выставка. Многие картины, конечно, мне знакомы. Я к каждой юбилейной выставке приезжаю. Да и у нас у себя в Яншихово-Нарвашах в историко-мемориальном музее более 20 подлинников работы Моисея Спиридоновича Спиридонова. Эту дату, дату Моисея Спиридоновича, мы тоже вместе как-то совместную выставку сделаем и совместные мероприятия проведем обязательно. У Моисея Спиридонова училось немало будущих художников. Его последователем считают и Николая Садюкова. Он не только живописец-реставратор, но и научный работник. Многие годы Николай Садюков исследует и собирает самые яркие работы. Я, получается, один из старейших музейщиков республики, можно сказать. Более полувека отдал музейной деятельности. Я сейчас уже много лет работаю заведующим Мемориальным музеем квартиры Спиридонова, где собраны его живописные работы, графические работы, фотографии, которые характеризуют могучую, кипучую деятельность народного художника Чувашия. Искусство социалистического реализма, как известно, принимают не все. Можно любить его или нет, но это направление заняло свою нишу в истории культуры. И знакомство с ним расширит кругозор любого образованного человека. В минувшие выходные в Санкт-Петербурге уже в пятый раз прошел Международный музыкальный фестиваль народной песни «Добровидение-2020». Он объединил культуры народов России. У истоков зарождения фестиваля стоял народный артист России Иосиф Кобзон. За годы своего существования песенный форум приобрел статус международного. Наряду с десятками коллективов из разных регионов России свое мастерство показали и фольклорные ансамбли других стран. Два дня в культурной столице страны звучали народные напевы. Ансамбль «Сявал» и певица Валентина Тилей представили Чувашию. На родном языке спели наши земляки, живущие в Санкт-Петербурге. Фестиваль обозначил преемственность поколений. Народную песню любят не только люди в возрасте, но и молодежь. Алина Прокопьева выиграла Казанский марафон. Награды на днях были разыграны в столице Татарстана. На забеге марафонской программы от 3 до 42 километров вышли более 8 тысяч бегунов со всей России. В самой длинной дистанции в 42 километра 200 метров среди женщин выиграла представительница Чувашии, мастер спорта России международного класса Алина Прокопьева. Подопечная заслуженного тренера страны Михаила Кузнецова пробежала дистанцию за 2 часа 34 минуты 14 секунд. В этом году Казанский марафон впервые стал официальным квалификационным стартом в мировом рейтинге Wanda Age Group World Rankings. Этот статус дает участникам возможность получить приглашение на чемпионат мира по марафону. Это главные новости понедельника 12 октября. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok